так еще раз елена смирнова ну у этой девушки фантазия просто бьет ключом то есть все кто приходили на мастер-класс приходят и за вдохновением и за арт-терапии и за шикарными работами ну я думаю что это праздник это праздник это праздник но теперь да не только для женщин лена устраивает праздник у нее будет единственный мастер-класс чтобы вы смогли устроить праздник для своих мужчин любимых да доночка расскажешь что это будет мои мои поиски и как всегда какие-то творческие ну пути потребовали чего-то нового и ну круг общения достаточно красив люди какие-то искусства какие-то красивые творческие персонажи я понимаю что они смотрят все время на нас на наши вещи и мужчины страдают и смотрят когда же почему но не для нас с трепетом ожидая каких-то там ходов поэтому сама жизнь и самообщение сами и сами мужчины заставили меня и натолкнули на эту мысль а эксперименты были достаточно но такие длительные то есть эта работа с этой аудитории она совсем другая то есть то что женщина мы себе можем позволить давай здесь у меня так романтично ряшечка здесь у меня чуть-чуть неровно но это хорошо то есть войлок в прямом в прямом смысле в диком как мы его допустим любим как мы себе это можем позволить он несколько не подходит им слава богу по природе своей они более консервативные поэтому как оказалось неожиданно найдены были эти варианты равновесия между именно войлоком как войлоком чтобы его преподнести не как ровный материал и тем вариантом которым он нужен поэтому однажды поставив эксперимент первый вот этот самый первый пиджак то есть я угадала ровно в точку это но и за яркость меня не осуждается моих работ потому что у меня пациенты такие но приходят заказывают яркие говорит а сделай мне теперь такой же темненький но им очень хочется так носить и делать можно по-разному поэтому то что я показываю это просто авторские работы но для людей на заказ которые хуже носят но тем не менее несмотря на эту яркость вот эти вот отделочки от строчки ровные швы они им надо чтобы сидели плечики им надо чтобы были рукава вот какой-то определенной длины и никакой вот лирики пуговицы мы ходим вместе выбираем пуговицы прямо вот они очень дотошные и аккуратные они сами в общем то по большому счету говорят сделай мне так вот им надо было чтобы классической форме чтобы это было вау я космонавт они выходят где-то фотографии была уже я фотографию нашла из интернета то есть тусовка питерская лала там уже два моих пиджака и они там где-то что-то там делают хорошо хорошо наполняется нашим войлоком по крайней мере они знают что это можно делать они знают что для них тоже можно найти подход и они мужчины очень рады этому включая игру последние два заказа было очень известному режиссеру так вот мне каждый раз с леночка мы были на очередной тусовки у кого-то там продюсера все в шоке я говорю что это вы я говорю ну пожалуйста пожалуйста то есть среда и друзья по ну сами помогают диктуют заказы полотна сначала то есть чем хорошо тем что у нас войлоке нету отходов то есть какие-то были вещи которые хотелось перешить перекроить но вместе с тем теперь я специально делаю полотна то есть мы уточняем какой все таки расцветки мы хотим их уточняем какой все таки фактуры мы хотим исходя из этого вы знаете чем больше я это делаю тем больше уже получается красота и разнообразие изделий потому что вот целое полотно остаются какие-то это не отходы ни в коем случае это самое драгоценное то что есть потому что ну вот это вот остатки там от жилета уже можно составлять узоры пэтчворк лоскутное шитье и что-то там еще фактуры достаточно спокойные могут быть там однотонные сжатой структурой серенькие вискозные то есть я делаю всякие разные работы поэтому фактуры ну вот опять же разные цвета шерсти и вискоза получается да 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 это он переливистые такие я очень люблю я очень люблю применять марлю в том числе и для создания декоративных полотен потому что обратите внимание ниточки ну для работы для мужчин несколько консервативнее чем для нас но тем не менее можно найти декоративный прием эти ниточки или какие-то объемные элементы которые очень хорошо закладываются под марлю и держится там плюс ко всему когда это садится это получается прочная во-первых фактура во вторых она достаточно живописная применение льна вот этот лен это у меня литовский лен который привозил ольга но с другой стороны может быть можно использовать другое это тоже что именно ну нравится потому что это материал благородно получается красиво хорошо фактуры ну достаточно как это скромным применением шелковых кусочков то есть серенькое зелененьким но такие приемы тоже приемлемая поэтому разные цвета полосочки с какими-то там с небольшими яркими деталями все в общем то вот это можно применять разнообразие полотен просто каждый отдельный заказ ну плюс ко всему поиск еще чего-то нового дает возможность для фантазии обработка это тоже очень важная вещь я человек к сожалению тоже не шьющий вот я шила в детстве потом я шила что-то там в школе и потом поняла что надо либо человек должен переходить на другой уровень либо вот школьные шитые вещи уже нельзя носить то есть способности профессиональному шитью так и нету но необходимость и желание все-таки есть поэтому может быть этой легкая необразованность в этом смысле может быть это изобретательности тем не менее жесткая необходимость заставляют искать новые какие-то красивые ходы потому что есть во первых уже какие-то журналы с выкройками во вторых есть машинки которые нас спасают в третьих вот провести там прошить на машинке прямой шов но в общем-то это при большом желании доступно любой женщине и очень просто то есть лишенная возможности там сложные какие-то технологические приемы мужскую одежду сложно шить но тем не менее найдены какие-то очень легкие ходы легко как-то я обращаюсь с выкройками как всегда все знают что я не люблю там что-то усложнять поэтому я как-то так придумала раз 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 вот что получается живописно хорошо что словами даже сложно объяснить вот руками всегда мне объясняется гораздо легче и очень важный были найти ходы с декором потому что вот где-то она все что-то есть вот только что рассказывали девушке что при необходимости все-таки делали косую бейку сами но если хорошенько поискать то это тоже можно найти моя любимая декоративная вот эта бейка джинсовая косая бейка которая продается у нас вот такими прямо бобинами и это красивый способ обработки потому что мы уже привыкли что джинсы это распространено джинсы носят рано или поздно почти все потом она достаточно матовая и подходит ну по своей отделке практически к любой вещи плюс ко всему конечно если они заказывают эту но романтическую вещь художественную то понятно что вот к такой девочки они должны быть готовы косая бейка вот такая разноцветная для тех кто любит поживее я тоже и очень люблю использовать нитки когда говорю что это толстые нитки прямо этот джинсовая строчка это очень очень толстые нитки которые идут поверху декоративными вот этими вот элементами ну и также вот опять же я выбираю сдержанные какие-то красивые косые беечки но но и это все подходит потому что я груз лишенные очень технологизма высокого все-таки декоративными приемами очень хорошо получается спасти ситуацию эти же все приемы нет у меня просто необходимости и возможность и заказы сейчас основном мужские но все эти приемы можно применять конечно же в создании женских жилетов пальто или чего-то там другого я пальто такие шила это где-то с прошлого года еще наработки какие-то были поэтому главное найти эти приемы как ты легенько для себя это сделать задекорировать и показать сказать что ах смотрите как это красиво хочу а продолжить тему с бирочками всем очень нравится когда мы нашиваем вот эти бирочки в моем исполнении это выглядит так как я это придумал я тоже не помню но я пришла к подруге она у меня занималась печатями я говорю слушай я вот представила что на киперной ленте так красиво печать стоит игры ну объяснила свою задачу грет меня одежда чтобы ее там постирать или почистить она говорит хорошо без проблем продается же специальная тушь которые раньше ставили в прачечной штампике и совершенно великолепно мы вышли из этой ситуации мне сделали вот такую простую печать штампик подушечку мы промазали тушью и я пожалуйста вот это красивая киперная лента которые подороже она бывает всех цветов зелененькая красненькая интеллигентная серая я просто штампли и и беспощадно в любых количествах и а ее пришивала специально к чему-то чтобы постирать я ее стирала на стирается носится то есть машинки стирается она носится поэтому мой вариант исполнения бирочек он вот такой вот плюс ко всему еще мы как-то к войлоку подходит очень живописно и природно то есть еще более простой вариант так что мужской войлок востребован желанием и надо просто где-то соблюдать деликатности слушать их пожелания я хочу пригласить эту группу поддержки есть это мои живые дамы это самые первые любители когда я сделала первую коллекцию это мои первые любители и почитатели самые страстные ждущие здравствуйте милая дама здравствуйте не просто любим мы ее обожаешь александр горчи ладонин это наше великое все это величайший мастер по дереву в россии аркадий борис ли герман это вообще наша богем она и все с мужской стороны даже вот подарок я сразу получила как вам войлок как вам мужская одежда как бы хотелось вам ее еще видеть хотя когда уже что уж чаще сударные поймите что мы тоже аркадий борис человек слова и дело его журнал ну чтобы было понятно да я издатель коллекционер так как моей коллекции единственной в мире говорю честно это уже признана она в книге рекордов коллекция мужских аксессуаров начиналась она с галстуков теперь она пополняется еще шикарными жилетками я просто в восторге спасибо родная и вы как художницы как мастера здесь же посторонних нет я понимаю так вы наверняка оценили что и знаете и понимаете что в жизни бывают вещи единственные неповторимые это же не компьютер это золотые ручки поэтому чтобы это было навсегда и этим мы славны вот благодаря ей но шикарные обаятельные и главное я и надо есть не успел два года не виделись именно здесь вот теперь опять встретили спасибо родная ты сюда во всех спасибо что вам это нравится чтобы нашли друг друга секундочку я объясню что означает вот сие это не дупро дубровского это драга выедено яйцо ничего как это называется 9 дешевле это дороже нету не стоит выйдя на яйца да так вот это самое выйдя на яйцо живи и храни все там и наполняй честь имею мы ну вот в общем то хотела еще рассказать что один раз потому что когда мы выходим вот это все трогается щупается и один раз я решила показать это как делается потому что это не моя стезя я вовсе не швейник но поскольку вот так вот лихо я с этим справляюсь мастер-класс по жилетам через неделю то есть на два дня я предлагаю его сделать чтобы мы наваляли полотен уже потому что вот прямо ну фантазии много то есть мы сможем выбрать подобрать что-то обсудить дома доделать полотна через день пошить потому что я не шьющий человек я этот же лет я скажу между нами шью три часа вот поэтому это просто хорошо и я готова этим поделиться но немножко верю поскольку я не швейник я не буду в это дело пихаться один раз это представить то есть мастер-класс какого числа 18 числа 18 июня валяют полотна до 20 и 20 вы собираете то есть размеры какие могут женщины выбрать от любые от 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 44 до пожалуйста до 62 я для этого дела вот уже приготовила то есть это я в шкатулочку привезла но это именно для нашего мастер-класса то есть по продаже там останется остаточными методами я уже подготовилась чтобы никому ничего не искать все красивые штучки у меня уже готовы и мы вот этот разочек сделаем до между этим 19 числа что там и а мы сделаем еще туники то есть будем отдыхать надо будет 18 числа свалять дома от полоскать отпарить приготовить и уже чтобы мы через день встретились а в этот время промежуток мы с кем-нибудь еще желающими сделаем наши живописные туники понятно леночка а вот только мужские можно да в этот день дело и если вдруг ну вот ну нет у меня мужчина жилет мне такой хочется с такой отделкой сделать себе пожалуйста только мужские женские выкройки не будет ли потребности как-то их исправлять жилет все-таки это оптимальный вариант тогда может быть но как-то сказать мне об этом что ли чтобы позаботиться о том чтобы выкройку жилета женского либо поискать либо подготовить тех либо сами да по подберите себе потому что здесь именно игру простоте вот как это шить это можно шить все я поль то женские жилеты что угодно навыки шитья все-таки минимальные нужны до на машинке прямо шить машинки в моем случае сильно не придираться когда на машинке прямо шить потому что жилет именно я выбрала что она предполагает все-таки какую-то легкость конструкции универсальность веночка спасибо большое за праздник за мужчин таких красивых наглядные примеры они они действительно их носят и в питере мы видели когда приезжали и им нравится они чувствуют себя комфортно я думаю боже мой что там за мужчины динут жилет они по-другому сами выглядят поэтому не бойтесь для своих мужчин может быть не так ярко сделать но все-таки это мои игры просто такое но вот-вот как доказательство чтобы я делаю иногда но я с ними реже общаюсь леночка спасибо большое и приглашаем ждем вас на мастер-класс на мастер-классах еще хочу сказать перед завершением что у нас горячий июнь июль кроме мастер-классов лены смирновой у нас приезжает света в ронская у них совместный мастер-класс аленой селезневой там есть еще по моему два места на ну это мастер-шоу будет два места на это мастер-шоу будет алена селезнева но там же к сожалению мест нет катя коршун то есть посмотрите на расписание нас очень много такая ну насыщенная насыщенное лето жарко будем делать кардиган и итальянский летний жилет которыми хожу белыми ночами ажурный так что милости просим спасибо 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 я тебя раздеваю